Привет! Сегодня я хочу ненадолго отвлечься от творческой составляющей канала и поговорить о внутренних и внешних причинах, ведущих к краху Российской Федерации, так как это рано или поздно коснется всех. Национальное государство появилось в 17 веке. Традиционно его зарождение связывают с подписанием в 1648 году Респольского мирного договора. И в 18 веке стал вопрос о богатстве народа. Первым его поднял Адам Смит в своей опубликованной в 1776 году книге «Исследования о природе и причинах богатства народа». Почему одни народы богатеют, а другие нет, вот что интересовало шотландского философа. Впрочем, этот вопрос не утратил свои актуальности поныне и особенно в РФ и пользуется особенной популярностью среди политиков и экономистов, поскольку главное требование, предъявляемое к ним широкой общественностью, заключается в необходимости процветания. Что надо делать, чтобы добиться экономического роста? Над этой проблемой бьются правительства всех стран. Со времен Адама Смита этот вопрос постоянно находится в центре внимания. Сделать народ богаче значит повысить производительность труда. Чтобы повысить производительность труда, необходимо его разделить. Историю экономики можно представить как историю разделения труда. Отсюда берут начало создание крупных предприятий, эффект масштаба, концентрация производства и знаменитые синерги. Адам Смит и его последователи, в том числе Маркс, показывают связь между трудом и капиталом. Применяя разделение труда, ручной труд заменяют машинным. Следовательно, для обогащения необходимо накопление капитала в процессе производства. Чтобы это накопление стало возможным для частных лиц, нужно гарантировать им право на собственность. Судя по всему, не бывает богатства народа без богатства отдельных индивидуумов. Иначе говоря, без признаваемого всем и защищенного правосудием права собственности. Судя по всему, не бывает богатства народа без богатства отдельных индивидуумов. Иначе говоря, без признаваемого всеми и защищенного правосудием права собственности. Отсюда вытекает необходимость правового государства, поскольку между национальным государством и правовым государством существует прямое преемство. В XVIII веке экономическое развитие шло следом за образованием национальных государств, появившихся в XVII веке. Итак, второе условие богатства народа – существование правового государства, защищающего права собственности. Третьим фактором, обусплавливающим рост богатства народа, является свобода купли-продажи и свобода заключения договоров. С хода времени к этим трем вполне очевидным факторам добавился четвертый – создание государственных предприятий, оказывающих население услуги в жизненно важных областях, например, в образовании и общественном транспорте. Если отдать образование и транспорт на откуп рынка, они не смогут нормально развиваться, что будет достойно сожалению, поскольку хорошее состояние транспортных сетей и высокий уровень образования населения оказывает благоприятное воздействие на общество в целом. И то, и другое относят к так называемым позитивным привнесенным факторам. Иными словами, обществу выгодно, чтобы государственная власть вмешивалась в их развитие, не обращая внимания на логику рынка. В разной степени это явление наблюдается во всех странах мира. И эти четыре причины вполне достаточны для объяснения богатства народа. Далее следует лишь добиться правильного понимания экономического процесса и навести порядок в законодательстве. Если правительство действительно хочет стимулировать рост экономики и снизить безработицу, то ему известно, что нужно делать. Но, как однажды заметил Жан-Клод Юнкер, мы все отлично знаем, что нужно делать. Чего мы не знаем, так это того, как потом переизбраться на новый срок. Под влиянием избирательного процесса меняется цель, что мешает успешно решать вопрос богатства народа. И если посмотреть на политику РФ, то так появляется первая причина возникновения революции. Вторая причина – манипуляция с НДС. Изобретение французов под аббревиатурой НДС имело два важных последствия. А именно, первое – разрушение вертикальных связей, бюрократические структуры теряли жуткость и рынок торжествовал. Второе – рост производительности труда и рост объемов производства. Поскольку это решение является стратегическим, оно и должно приниматься исходя из стратегии, а не из фискальных соображений. Следующая причина – отсутствие конкуренции. Конкуренции угрожает не национальное государство, а предприниматель, который строит свою стратегию на стремлении избежать конкуренции. Адам Смит сказал, что в любой отрасли торговли или производства интерес купцов всегда несколько отличается от интересов общества, а иногда и прямо ему противоречит. Купец всегда заинтересован в расширении рынка и снижении конкуренции. Часто бывает, что расширение рынка отвечает и общественному интересу, но снижение конкуренции ему всегда противопоказано. И служит лишь тому, что купцы, поднимая свои доходы выше того, что получили бы естественных условий, приобретут преимущество за счет несправедливого налога, что мы и видим, накладываемое на остальную часть сограждан. Следует с большой подозрительностью относиться к любому предложению о введении нового закона или торгового вложения, выдержанного в подобном духе, и принимать его только после долгого и тщательного изучения, уделив ему особое внимание, заранее воспринимаясь недоверчивостью. Такой закон исходит от сословий, чей интерес никогда полностью не совпадает с интересом общества, и направлен на то, чтобы обмануть, а то и подчинить себе обществу. И, как следствие, множество раз обманывал и подчинял его себе. Это четыре основные внутренние причины политики, ведущие к краху когда-то великой державы. Теперь рассмотрим внешние причины. Во внешней политике всегда надо учитывать не только преимущества, но и недостатки. Иными словами, необходимо осознавать свои сильные и слабые стороны, а также сильные и слабые стороны противника. Но также необходимо умение анализировать окружающие. С точки зрения потенциальных угроз и благоприятных возможностей. Политики, как и в экономике, должны ставить вопрос об оптимальном использовании ресурсов. Это основной вопрос жизни и развития. Стремление быть сильным во всех отношениях представляется стратегически проигрышным. С точки зрения расходования ресурсов. Также политика РФ остается глухой к месседжам, посылаемым в реальность. Стратегия в политике должна отвечать двум требованиям. Быть внутренне непротиворечивой, это гипотеза конфигурации, и адаптированной к реальности и вести к успеху. Это гипотеза конкурентности или согласованности. Когда внешний блеск важнее успеха, идея важнее реальности, а конфигурация доминирует над конкурентностью, что происходит довольно часто, совершается стратегическая ошибка игнорирования реальности. И в конечном итоге эта ошибка приводит к самоинтоксикации собственным умом. Также концентрация на мелких целях привела к потере главного экономическому развитию и способствованию процветанию своего народа. Во времена Советского Союза очень искусственно троллили штаты, в особенности Киссинджина, использовавшего в своей деятельности труды Николой Микеовелли. В те времена с него семь потов сходило, когда он пытался выторговать для штатов каких-либо незначительных уступок. Это с Китаем всегда было легко договориться, так как они следуют простому постулату «Ты мне, я тебе». Сейчас же политика РФ свелась к тому же следованию учению Микеовелли по его трактату о политике государя и современным записям Киссинджера, которому в РФ были готовы лобызать не только руки. Микеовелли анализировал примеры из античной и современной ему итальянской истории и с их помощью показывал, как стать, а главное, как удержаться во главе государства. Микеовелли жил в беспокойное время, когда повсеместно шли войны за власть, а политические убийства были делом вполне обыденным. Если, согласно Платону, властитель обязан был в своих действиях руководствоваться добродетелью и моралью, то есть отдавать предпочтение этике перед голой эффективностью, где нельзя безнаказанно лгать, так как, занимаясь махинациями, всегда рискуешь нарваться на большие неприятности. И это само собой разумеется. То Микеовелли обращался к своим современникам, призывая их к двойственности. Микеовелли не верит в добродетельную власть, но не потому, что человеку власть это всегда какое-то извращение чуждой и всякой добродетели, а потому, что природа власти такова, что не позволяет человеку оставаться добродетельным. Добиться власти и сохранить ее можно лишь одним путем – путем обмана. Значит, приходится лгать, хитрить, мошенничать, лоббировать, манипулировать окружающими и скрывать свои истинные мотивы. К личной этике все это не имеет никакого отношения, поскольку такова природа власти. Но народ, как правило, ждет от политиков именно добродетелей. Народ оценивает политиков с точки зрения добродетелей и осуждает хитрость, махинации и естественно ложь. Игра в этих обстоятельствах приобретает двусмысленность, поскольку люди судят о вещах в соответствии с правилами, которые не являются реально законными. Самые цитируемые его высказывания – разумный правитель не может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание. Правитель должен скрывать свои мотивы и идти на обман. Надо быть изрядным обманщиком и лицемером. Люди же так простодушны и так поглощены ближайшими нуждами, что обманывающий всегда найдет того, кто даст себя отурачить. Народная мудрость нашла выражение той же мысли в поговорке обещанного «Три года ждут». Но действующая власть так увлеклась собственными интересами и интересами ближайшего округа, забыв, что по тому же Макеавелли мир – это арена борьбы, на которой без конца сталкиваются разные силы. Это суждение справедливо как для государств, так и для отдельных лиц. И, разумеется, для тех, кто обладает властью. Никакая власть не может быть установлена навечно, поскольку сама природа власти предполагает конкуренцию и борьбу. Обладание власти в любой момент может быть оспорено. А властитель свергнул. Субтитры создавал DimaTorzok